Время Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Получение святого Яна Златоустого. Из беседы на послание Криблина. Постоянно слушая чтение посланий Блаженного Павла, каждую неделю дважды, а часто три и четыре раза, когда мы совершаем памяти святых мучеников, я радуюсь, наслаждаюсь духовную трубою, восхищаюсь и воспламеняюсь желанием, узнавая любезный мне голос, и мне почти кажется, будто он явился и присутствует предо мною, и я вижу, как он беседует. Но, с другой стороны, я скорблю и сокрушаюсь тем, что не все знают этого мужа так, как должно знать, а некоторые находятся в таком неведении, что не знают ясно и числа его посланий. И это бывает не от недостатка учения, а от того, что не хотят постоянно беседовать с этим Блаженным. И мы-то что знаем, если действительно что-нибудь знаем, разумели не при помощи природной способности и остроты ума, но вследствие того, что постоянно были близ этого мужа и ревностно прилежали ему. Любящие знают дела любимых больше всех остальных, так как поистине заботятся о них. И Блаженный Павел, показывая это, говорит хвилиппийцам, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования. Таким образом, и вы, если желаете с усердием внимать чтению, не будете нуждаться ни в чем другом, потому что не ложны слова Христа, ищите и обрящите, стучите и отворят вам. Но так как у нас, большая часть собравшихся здесь приняли на себя заботу о воспитании детей, о жене и о попечении о доме, и вследствие этого не могут согласиться на то, чтобы всецело придать себя этому труду, то, по крайней мере, постарайтесь принять собранное другими и уделите слушанию того, о чем здесь говорится, такое же большее внимание, как и собиранию имений. Правда, хотя и стыдно требовать от вас одного только этого, но будет приятно, если вы и в этом не откажете. Ведь отсюда, от незнания Писания, произошли бесчисленные бедствия. Отсюда произошла великая зараза ересей. Отсюда неродилые жития, бесполезные труды. Подобно тому, как лишенные этого света не могут прямо идти, так и невзирающие на луч Божественного Писания вынуждаются много и часто грешить, так как поистине ходят в самой глубокой тьме. Чтобы этого не было, откроем глаза предсиянием апостольских глаголов. Аминь.